50 голосов за Джо Байдена, 0 за Дональда Трампа в Делавере. Выборщики из всех 50 штатов США в понедельник подтвердили, что новым президентом страны будет кандидат от демократов. Выборы теперь официально считаются оконченными даже в Джорджии и Пенсильвании, где представители Дональда Трампа безуспешно пытались оспорить проигрыш их кандидата в суде. Невада, например, проголосовала удаленно через Zoom. Такого в истории американской демократии еще не было. Кроме того, необычно, что процесс голосования выборщиков транслировался весь день в прямом эфире ведущими американскими телекомпаниями. Хотя обычно эта техническая процедура такого большого внимания к себе не привлекает. Причина — отказ Дональда Трампа признать свое поражение. Действующий президент весь понедельник публиковал в Твиттер заявление о фальсификациях на выборах и требования пересчета голосов. В крайне правых группах в интернете распространялись призывы устроить массовые митинги у местных администраций. В Мичигане, где губернатору поступали многочисленные угрозы, выборщикам пришлось отдать свои голоса в оцепленном полиции и спецназам местном Капитолии. Впрочем, никаких инцидентов нигде по стране не зафиксировано. Джо Байден по итогам дня заявил, что демократия победила, и Соединенным Штатам пора перевернуть страницу после четырех лет пребывания Дональда Трампа в Белом доме. У нынешнего президента, впрочем, еще остается одна возможность удержаться за кресло. Убедить Сенат не утверждать итоги голосования выборщиков. Заседание Верхней Палаты Конгресса в Вашингтоне намечено на 6 января. Продолжение следует...